Ау, моя голова! Что с ней, что тут происходит? Сэднос? Ау! Сэднос, ты куда меня тащишь? И почему у меня руки связаны? Кол, лучше заткнись и лежи тихо. Я ничего не помню, что происходит. Сэднос? Ты... Ты что, решил со мной реально поиграть? Я же пошутил, Сэднос! Ау! Ты хватит стукать меня башкой об камни! Кол, скажи спасибо, что я еще пледик под тебя подстелил, чтобы тебе было мягче. О, ну спасибо! Развяжи меня немедленно! Куда ты меня тащишь? Я тебя тащу к Грише. На кой черт мне к Грише? Ты серьезно отравлен, тебе нужно в больницу. Я ни черта не помню, что здесь творится. Нет, по-моему, ты явно хочешь поиграть. Я не буду больше с тобой разговаривать, вообще ты не в моем вкусе. О, да ладно, не в твоем вкусе. А, все, я молчу. А ты шалун, однако, Сэднос! Но хочу сказать тебе, что ты слишком наивен. Ты что, думал, меня эти веревки удержат? Кол? Так, а теперь давай рассказывай, милашка, что здесь творится? Кол, успокойся, я тебе говорю, ты серьезно отравлен, тебе нужно в больницу. И кто же меня отравил, интересно? Кто у нас такой смелый? Я не знаю никаких подробностей, мне Бенди сказал, что Сэмми тебя каким-то супом накормил. А, подожди, кажется, я припоминаю, да, суп в коридоре, я помню. Я убью этого Сэмми. Кол, ну Сэмми тут ни при чем. А, черт, я все вспомнил, конечно. Борис со своей лестницей. Я оторву его кривые лапы и попрошу Гришу пришить их поровнее. Черт, как же у меня голова болит. А ну-ка, поворачивайся. Кол, что ты делаешь? Зачем ты меня связываешь? Ну как же, будем играть. Кол, прекрати немедленно, отпусти меня. Как ты не понимаешь, ты сильно отравлен, ты можешь умереть. И тебе немедленно нужно в больницу. Ты знаешь, Сэднос, ты очень милый мальчик, но почему-то я тебе не верю. Отпусти меня немедленно, я сейчас позову на помощь. О, у меня есть носок, извини, что он не свежий. Прости, Сэднос, но игры придется отложить. У меня есть более важные дела. Ах ты, черт, моя голова. Всем привет, ребята, вы попали. Извините, меня уже бомбит. В жопу носорога, почему здесь так темно? Почему здесь нет света? Норман, я тебя просил стоять вот здесь и светить, пока я работаю. Ах, ты лично шутканул. В жопу к носорогу. Борис, а с тобой я вообще не разговариваю. Ты лишил меня еды уже второй раз. Да ладно, Бенди, не обижайся, может печеньку? Ммм, печеньку, ммм? Мне-то печенька уже скоро снится будет. Я не могу есть одно печенье. Я хочу нормальную еду. Ты знаешь, Борис, я уже на котов смотрю, как на потенциально возможный шашлык. Ну, извини, нету нормальной еды, что было в кармане, то и нашел. Фу, ты ее еще из кармана своего достал. И сколько лет она у тебя там лежала? Не знаю, я случайно про нее вспомнил. Так почему у нас нет света? Ну, потому что электрики работают, новую проводку прокладывают. Ну, почему именно сейчас? Ну, а когда? Ну, рано или поздно-то надо было свет отрубать. Они же не могут работать под напряжением. Они не могут, а я могу. У меня каждый день напряжение. У меня стресс, можно сказать. Борис, где моя розовая юбка? О, ты что, станцевать решил? Нет, я хочу в нее поплакать. Тогда не знаю. Слушай, Борис, я начинаю подозревать, что кол просто у нас светило какое-то. Это почему? Ну, его унесли, и света нет. Ну, логично. Ну, зато никто ноги теперь на стол мне ложить не будет. Алиса? Алиса, что твои ноги тут делают? Ты что, обалдела? Ой, прости, Бенди, я просто маникюр сделала и решила посушить. У тебя тут вентилятор от компьютера работает. Ну, вы издеваетесь надо мной? Она убрала свои ноги. А что, тебе не нравятся мои ноги? Красивые, стройные ноги. Мне не нравится запах этого вонючего лака. Убери его отсюда. Ай, ладно, пойду на улицу посушу. Так, у меня еще один вопрос, а где Сэмми? Ой, это хороший вопрос. Сэмми сказал, что у него сегодня выходной. Ну, здрасте, приехали. Два дня, значит, голодный сидел, а на третьей у Сэмми выходной случился. И кто мне жрать будет готовить? Ну, не знаю, я вообще в этом ничего не понимаю. Я колбасу от огурца с трудом отличаю. Ай, ладно, ладно, не будете меня о чем просить. Я печеньку съел, пока обойдусь. Потом Алиса вернется, попрошу ее что-нибудь сготовить. Слушай, Бенди, тут еще одна проблемка есть. Борис, ну почему я слышу это слово постоянно? Проблемка, проблемка. Почему я ее должен решать? Почему не батя все решает? Ну, батя с утра много проблем решил. Это, например, какие? Ну, например, он за водой сбегал для чая. Сварил себе чаек. Ну, и что он теперь делает? Ну, что-что, чай, конечно, стоит пьет. Отлично. А что Майк там стоит? Он ждет, стоит, пока Митли попьет чай, чтобы продолжать пятую главу с ним делать. Чай это хорошо, надо Россию Бенди тоже на чай переводить. А то он задолбал тут по вечерам песни горланить. Отбери у него бутылку. А ну дай сюда, алкоголик несчастный. Иди чай с Митли пей. Ну ладно, ладно, Борис, ты не будь таким строгим, он исправится, я в него верю. Я бы тоже не отказался что-нибудь попить, там есть что-нибудь в холодильнике. Вот, пей томатный сок, будешь ты высок. Че? Это ты намекаешь на то, что я мелкий? Да нет, ни на что я не намекаю, это на коробке так написано. Не хочу я томатный сок. Ладно, че у тебя там за проблема? Да тут в одной из комнат надо стену сломать. О, проблема, и кто, я ее буду ломать что ли? Ну я не знаю, может у тебя есть другие предложения, я тоже не смогу. Да конечно у меня есть предложение, у нас Эрроров целая студия. Он Эррор Бенди, он же говорил, что любит стены ломать. О, точно говорил. Ну так пойди обрадуй человека, скажи, стена есть. А если он сам не справится, вон Фатал Эррор Бенди пусть возьмет. Этот точно все стены посносит. Ну ладно, пойду скажу. Эй, пацаны, надо стену сломать, идите сюда. О да, ща будет мясо. Эй, пацаны, вы тут только аккуратнее, вы мне тут в студию не разнесите. Да ладно, не ссы, они мастера своего дела. Ну все, на этом проблемы закончились, я могу поехать на море отдохнуть. Ой, какой у тебя костюмчик смешной. Ничего не смешной, обычный классический купальный костюм. А я думал тебя в тюрьму посадили. Не дождешься. А ты нас с Алисой возьмешь? А вот Алиса меня не брала на море, и Алису не возьму, тебя ладно, так и быть возьму. Только ты будешь подальше от меня плавать, чтобы твоя шерсть на меня не липла. Да нет, у меня никакой шерсти, я гладкий. Ну да, ты это блохам расскажи, которые на тебе живут. Нет у меня никаких блох, у меня водошейник. А это еще что такое? Этот что тут делает из вращуга с линейкой? Ой, это Балди, он в гости пришел, мы же дружим со всеми фандомами. Нет, то, что он пришел, это еще полбеды... Какого фига он возле моего бати стоит? Он говорит, что наступили каникулы, ему скучно стало, он пришел в нашу студию, чтобы позадавать всем вопросы. Нет, убери его от моего бати немедленно, а то еще обо мне не то думать будут. Выгони его отсюда. Не хочу к нему подходить, а то отшлепать линейкой. Одну проблему решили, другая появилась. Иди сам выгоняй. Ладно, у меня есть оружие более сильное. Катерина, иди сюда. Борис, где Катерина? Это которая Катерина? Которая рыжая, Сивакова. О, да вон она ходит со своим семейством. Короче, пойди, скажи ей, пусть она Балди выгонит отсюда. Ну ладно. Эй, Катерина, выгони вот этого лысого с линейкой. Катерина у нас боевая, она со всеми быстро расправляется. Борис, что она делает? Не знаю, выгоняет, наверное. Ты ей что сказал, в ролевую с ней поиграть, что ли? Нафига она у него линейку отобрала? Ох уж эти девчонки, ничего попросить нельзя. Сразу флиртовать начинают. Так, Борис, мне надо срочно успокоиться. Дай мне какое-нибудь успокоительное. Ну хочешь, я тебе синтезатор дам, побрынчишь? Борис, у нас вообще-то света нет. Он не будет работать. Борис, почему она его не выгоняет? Чё она с ним играет? Ну всё, он мне надоел. Рося! Рося! Росичка, тут 18 плюс происходит. Где 18 плюс? Ха, сейчас мы поиграем в одну интересную игру. О, Рося мастер своего дела, не то что эти девчонки. А мне кажется, ты как-то жестоко с Балди-то поступаешь. Ничего, ничего, Рося ничего с ним плохого не сделает. Ну, поиграть немного и отпустит. Ну, Борис, ещё есть какие-нибудь успокоительные? Да, конечно, картинки-загадки есть. О, давай-давай, точно, картинки-загадки. Итак, картинка-загадка номер один. Кто это? Вот я его помню, но как его зовут, я, честно говоря, не помню. Картинка-загадка, из какой игры этот персонаж? Картинка-загадка номер три. Это Билл Шифр. Сколько книг надо было ему собрать? Картинка-загадка номер четыре. Кого я хуманизировала? Очень сложно, написал автор. Картинка-загадка номер пять. С какого канала это Рыжая Кошка? И картинка-загадка номер шесть. Какую организацию косплеит Юри? А теперь по просьбам наших дорогих художников, минутка аниматянок. Слушай, Бенди, я вот тут подумал, подумал. Ну уже до аниматянок минуты добрались, когда моя минута будет. Там, кстати, минуту Сэмми даже просили. Борис, ты видишь вообще на наш выпуск? Тут меня даже нету. Не то, что тебя с Сэмми. Ой, ребята, а ну-ка быстро взяли карандаши, ручки, фломастеры и нарисовали меня и Сэмми. Ага, сейчас. Можно подумать, а кто-то услышал. А вдруг кто-то услышит? И нарисует мой самый лучший портрет. Я его себе на стенку повешу. Ха-ха, жди, Борис. Так, короче, ты меня опять в смысле сбил. Я почитать хотел. Меня не успокоила минутка аниме из твоей загадки. Норман, Норман, иди сюда, свети мне вот здесь, хорошо? Спасибо, Норман. Так, кто тут у нас? Надежда, ей 15 лет. Расса-вирус. Любит очень Россю. Они любят антивируса и сестру... Сестру Росси она не любит. Ну и чем ей сестра Росси не угодила? Имя Мизуки Тян. Ей 45 лет. Ну по ней видно, что ей 45 лет. Старенькая уже. Даже позеленела немного. Мать у нее Катеринка? Да... Ха-ха. Вот это да, сколько она всего любит. Они любят... Они любят школу, Куки. Ха-ха. И извращенцев. По-моему, Куки и извращенцы это одно и то же. А вот это мне уже весело, Борис. Спасибо тебе за прессу. Отличную прессу подобрал. Давай, вот еще кто тут следующий. Джейн. Когда любишь Бенди, сходишь с ума, когда возле него крутятся девушки. Итог. Джейн, фамилия Ричардсон, возраст 19 лет, любит Бенди. Жената на Бенди. Строго по правилам. Строго по правилам. Жената. Вы поняли все, да? Джейн не является сью. И дата свадьбы у нас Джейн 14 мая 17 года. Борис, почему я не знаю, что я женился на Джейн? Почему меня до сих пор не поставили в известность? Я что, был без памяти, когда женился на Джейн? Я понятия не имею. Это все фанатки. Да, вот это да. А может у меня еще и дети там где-нибудь завалялись? Борис, там под диваном, посмотри, нет моих детей. Да нет, нету там никого. Ты что, серьезно? Я же пошутил, Борис. Кто нас тут дальше? Зовут Роза, любит рисовать и петь. Ей 27 лет. Ну что, что, где они все старые такие? Давайте 15-летних, 14-ти. Влюблена в Бенди, она демон тьмы. Если Бенди кто-то обидит, все, хана. Прячьтесь все нафиг. Смерть вам придет. Так, это Роз Гедромет Бенди или что-то вроде того. Внимательно, будьте внимательно осторожны. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Борис, а что мы будем парковать? У нас нечего парковать, мы последнюю чернильную машину выкинули. Ладно, мы будем сами парковаться вдали от деревьев. Так, это просто Альф Гейер. Больше ничего про него не написано. Но кроме того, что у него очень интересный хвост. Это у нас Бенди Латвия. Очень красивая Бенди Латвия. Прям реально похожа на Латвию. И на их национальный костюм. Это я помню, это у нас принцесса Акула, которая любит акул, но она на самом деле пони. Ресси, полудемон, полукошка. Любит она острый перец чили. У нее сестра большушка. Ее жизнь тоже сложилась плохо. Ну, впрочем, как и у половины из нашего канала. Потому что их создатель решил выкачивать из них магию крови и захватить весь мир. Все, хана всем. Всем хана. Не только Борису, мне. Всем хана всему миру. Имя Кен. Метр восемьдесят. Ему десять лет. Он путешествует во времени. Был в восьмидесятых. В древнем Китае он был и в средневековье. И любит он Алису. Я думала, он Чару любит. Имя Рик. Возраст десять лет. Раса Иоп. Иоп. Это что за раса такая? Всегда хотел стать хранителем Шушу. Когда он делает что-то глупое, его называют Ноноголовым. Я ничего не понял. Хоть убейте. Это Катя Волк, которая на лето решила приодеться. Катюха, раздевайся. Уже жарко. Здесь у нас демон красок Баффи, который будет помогать Алисе красить. Потому что он, наверное, у нас единственный демон красок. Ну, не считая акриловых демонов из семейства Юри, которые тоже будут помогать красить. Мамка Сэмми. Рип Сэмми. Объясните мне, пожалуйста, с каких пор мамка Кола стала мамкой Сэмми? Принцесса Ягод. Хуманизация клубники. Это Шарлотта. По-моему, Шарлотта похожа все-таки на человека в красном платье, а не на хуманизацию клубники. Привет, Катеринка. Я Карина Корниенко. Привет, Карина. Я Бенди. Или той Каринка. У меня к тебе претензии. Я помню выпуск оригинал. Там был Икс Бенди, а не оригинальный Бенди. Все, Карина, мы поняли. Все, все, все. Мы поняли, что там был Икс Бенди. Он просто был похож на меня, поэтому мы его вставили. Мы все, мы все поняли тебя. Не убивай только, пожалуйста. Я обиделся. Хочу быть братом Бенди. Можно? Конечно, можно. Заходи. Че, проблемы что ли? Только ты чур, бейджик всегда на сету. У меня столько братьев, что я их сразу по именам запоминать не могу. То самое чувство, когда у тебя под челкой шрам. Я понял, кто это. Это сестра Гарри Поттера. Которая тоже с ним лежала в корзинке, но ее не заметили. Клинок Шварц, возраст 23 года, метр девяносто. Пессимист, приемный брат Клематиса. Веган, не знаю, кто такой веган. Вегетарианец, наверное. Акварельный демон. Есть двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Все, девчонки. Завидный жених. О, девчонки, у нее пропадают зрачки. Ну, это ничего, это можно закрыть глаза. Квартира-то в Санкт-Петербурге, как-никак. Любит хентай, килла Клематиса. Как братьев уточнили. Это хорошо уточнили хентай. И как братья, это надо, да, разделять. Кто хочет найти себе пару? Кто хочет быть парой Оливики? Вот, наверное, Фредди хочет быть парой Оливики. Он очень на нее так смотрит внимательно. Все, Оливика, забирай Фредди. Критика, пометка для Кола. Этот кот из канала Коты Ютуберы. И пометка на всякий случай. Вдруг ты тупой. Прости, Кол. Нет, он тебя не простит. Ни за что. Ты как посмела назвать Кола тупым? Он самый умный из всех нас. Ну, после меня, конечно. Кол, не спрашивай, почему ты стесняшка. Мне просто захотелось так нарисовать. Кол не стесняшка, он нифига не стесняется. Если бы вы его видели, в каком он виде постудей расхаживает, вы бы его не назвали стесняшкой. Я надеюсь, он меня не убьет потом за такие подробности. Имя Торон, ему 30 лет. Имеет желтый и оранжевый цвет. Он любит Седнеса, как брата. О, слава богу. И любит бананы и апельсины. Это хорошо, банан и апельсины это вкусно. Я тоже люблю банан и апельсины. Имя Неро, 17 лет, 164 сантиметра. Характер тихий, застенчивый. Раса демон. Он любит дождь, тишину, обнимашки, мороженка. Пусечка прям. Говорит с воображаемыми друзьями. Ну, бывает. Не любит большие компании. Шум, когда ему грубят или им командуют. Я хз, зачем автомат ему дала? Я так думаю для самообороны. Автомат вещь хорошая, правильно сделала, что дала. Мы его на входе поставим, будет студию охранять. О, он уже даже согласен. Вишь, говорит, почему бы не попробовать? Молодец. Это у нас Бенди Колл, которому 30 лет. Ну, во-первых, Колл у нас 19, скоро только будет. А Бенди это я. И в день он зарабатывает 30 тысяч рублей. О, было бы неплохо. И у него хорошее чувство стиля. Но это да, это про Колла написали. Только он ни хрена не зарабатывает. Только нервный срыв. Это у нас Черри, которая принесла, видимо, Алисе платье. Но Алиса пошла свои ногти на улицу сушить. Так что сейчас она вернется, обязательно померит. Далее у нас идет няшка Тред, который обожает свою Ли. И это, на мой взгляд, самая отличная и романтичная пара на нашем канале. Тред говорит, это существо будет арестовано за нападение на окружающих. Так кто у нас на окружающих вообще нападал? Я даже не знаю. Может он имеет в виду свою сестру Нелли, которая ходит со всеми и обнимается. Вот она на него напала. Он как-то так странно реагирует на это. Кому и зачем он несет эти куклы, так остается загадкой. Мне кажется, он их колу несет. Ну, это, по крайней мере, моя версия, основанная на моих наблюдениях. Че за бред, говорит Тред. Но я не очень хороший наблюдатель. Поэтому вполне это может сойти из-за бред. А это Ли в ночной рубашке. Тред, ты че за линии присматриваешь? Она тут при всех в ночной рубашке ходит. На первой картинке у нас карусель Бенди. На второй картинке у нас Беларусь Бенди. РНКБ Банк Бенди. У нас множится семья. Очень быстрыми темпами. Это прекрасный район, который обожает лютики. И любит бродить по лесу. Район, мы не забыли про твой комикс. Не переживай, спи спокойно. Комикс лежит, лежит, ждет своего часа. Желательно бы продолжение там сочинить, чтобы сразу уже все выпустить. Это эволюция Седнеса. Версия первая, версия вторая, версия третья. Мне больше всего нравятся вторая и третья. На первой, конечно, он совсем какой-то маленький, такой неуклюженький. А вот вторая и третья уже круто. Kill me please, говорит Айс Бенди. Ни за что на свете. У нас разобрали все орудия убийства. Дрели, лопаты, топоры, молотки. Все забрали строители. Так что, извини, нечем тебя на тот свет отправить. Взрослая самостоятельная женщина. Говорю я. Она мне отвечает, я Лонтик. Кто обзывается, тот сам так называется. И вообще, я хочу молочный коктейль к маме на ручке. Извини, мне ни коктейля, ни мамы нет. Так что, иди поищи кого-нибудь другого. Это местный волшебник Фанки. Я его запомнил, потому что он такой желтенький и веселый. Мама сказала, что вы найдете мне пару. Мама правильно тебе сказала. Ща мы тебе найдем пару. Я бы тебе предложил в пару вот эту милую леди с крылышками и в такой оригинальной маске. Я думаю, вы отлично будете смотреться вместе. Имя Чио 14 лет будет следить за тем, чтобы не присылали картинки из инета. Давно пора уже следить. Хотя там у нас следящих очень много. Они пинают сразу всех до смерти. Кто только из интернета присылает картинки. Спасибо вам всем, ребята. Вы настоящие охранники. Это Якоб. Ему 16 лет. Он несчастный. Любит рисовать, смотреть на звезды. Яков хочет дружить с кем-нибудь. Кто не будет его дразнить и грубить. Нравятся мультики про Бенди. Он необычный человек. Его невозможно разозлить. Нет у него одного глаза. Но это я заметила. Эта кошка большушка. Ей 5 лет. Но несмотря на это, ее жизнь сложилась плохо. Так же, как у ее сестры Ресси. Я чуть не сбила машина. Но в самый последний момент ее спас Бенди. Ура! Я ее спас. Я этого не заметила. Ну ладно, спас так спас. Может я не в себе был в тот момент. Так, здесь я прочел, что его зовут Редес. Он брат Седеса. Неизвестно, что он там любит. Хобби у него гитара. И любимый свитер у него вот этот зеленый с огоньком. Это Алекс Кудзаева. 14 лет. Серьезно, отзывчивая. Любит себя и Украину. Натуралка. Но слава богу, это голубей у нас и без того хватает. Любимый цвет. Непонятный. Типа желтый вроде. Душа тоже у нее какая-то непонятная такая. Половинчатая. Это Вася. Ему 14 лет. Он демон-невидимка. Так, Вася, сразу хочу тебе сказать. Вася, тебе наврали. Ты никакой не невидимка. Я тебя прекрасно вижу. Вася любит варенье и уважает Кола. Вот за это я тебя тоже уважаю, Вася. За то, что ты уважаешь Кола. Имя принц, раса волк. Возраст 20 лет. Семьи у него нет. Он ищет пару. О! Кто у нас будет парой для волка? О! О! Вэкосин. Самая няшная на канале. Все. Вот. Я тебе нашел пару. Смотри, Вэкосин будет твоей парой. Вэкосин, ты меня там не убивай только. Я тебе пару нашел. Это у нас Диана. А вот дальше я ничего не пойму. Демон разума любит свитера и фиолетовые, и зеленые, и синие, и черные, и белые. И не любит себя. О, все понятно. Поэтому она оторвала себе голову. И от нее осталась одна голова. Так, ну тут я читать не смогу. Это, честно говоря, тут вообще ничего не могу понять. Кроме того, что лучший друг Баффи и лучшая подруга Луна. Это наш прекрасный Оливер. Оливер, хочу тебе сказать, почему ты у нас так редко бываешь. Я понимаю, что ты живешь в лесу и все такое. Но приходи к нам почаще. У тебя, конечно, в лесу интересно. У тебя там Кэрри Вайт, вон, извините меня, с голым задом на поляне лежит. У тебя там Ливан по озеру рассекает среди деревьев. Я понимаю, что на них приятнее смотреть, чем на нас. Но ты заходи почаще, Оливер. Я тебя всегда рад видеть. Ну у тебя такая прическа, я тебя завидую просто. Это наша красавица Алиса. Да, она красавица в любом смысле, я уже к ней привык. А это не Алиса, это у нас Белиса. Объясните мне, чем Белиса отличается от Алисы. Для меня они все одинаковые, Белисы, Алисы. А вот это уже дирижер от Нурай, который будет дирижировать тут у нас музыкой. Надо позвать дирижера, пусть он наведет порядок там среди строителей. Сыграет им какую-нибудь музыку, чтобы они уже ускорились побыстрее. Еще один наш прекрасный братюня, которого зовут Сол. Я знаю, это братюня, по-моему, Кати Волка. Вот это я не знаю, это, наверное, не Алиса. Это Хейси из вселенной Бяки. Если я не обшибся. Бенди, у меня получается быть злой? Нет, не получается. Я думаю, человек, который бьет деревья, он не совсем злой. Имя Лоу сокращенно полное Лоуизиана. Ох, какое у нее имя. Любит Алису, а также хочет критику, но только от Бенди. Ах, тебе повезло. Обычно я не даю никакую критику. Так, Лоуизиана, тебе надо руки побольше нарисовать. Ладошки у тебя совсем малюсенькие. Шея у тебя не в ту сторону сложена. Наверху у тебя должна быть узкая, а к низу расширяться она должна. Ну все, с тебя хватит, я думал, Лоуизиана. Так, а это тот самый ангел, который знает все обо всех и может заглянуть в прошлое, в будущее и, короче, везде. И даже в вашу комнату. Вселенная Звездных войн или, может быть, Инг Звездных войн. Я все не могу запомнить, как их там все зовут. Подписывайте, пожалуйста, имена, пока я их не запомню. Это Рейзи, которую 18 лет, она любит. Че она там любит? Я не могу прочитать, че она любит. Что она там любит? Емейл Бенди, антивирус Бенди, почему-то крестик против него держит. Ну че, он письмо какое-то принес. Конечно, если он принес налоги, то да, туда его, туда. Святой водой на него побрызгать. Сегодня мы едем в зоопарк, говорит Тэмми. Ура, кричим мы! И вот мы приехали в зоопарк и видим такую картину. В одной клетке сидит Кол, в другой мандаринки. И Тэмми говорит, интересно, посмотрим, как он их достанет. Слава богу, что Кол не видит этот комикс. О, Алиса, ты уже вернулась? Ай да, там дождь пошел, так и не успела ногти досушить. А ты там Сэднеса не видел? Он уже давно ушел. Донес он там кола или нет? О, кстати, мне еще странным показалось, почему кола с Сэднесом там на траве лежат. Я думала, они загорают, но странно, ведь пошел дождь. В смысле на траве лежат? Сэднес должен был его в больницу отнести. Ну не знаю, они там вдвоем на траве лежат. Черт, Борис, побежали быстро! О, конечно, Бенди, бегу! Борис, ты их там видишь? О, вон они лежат! Эй, Кол, очнись! Кол! О, прости, Сэднес, Борис, вытащи ему носок изо рта! Что тут произошло? Сэднес, рассказывай, что случилось! Черт! Дайте я его задушу! Подожди, Сэднес, он без сознания! Где вы были, черт возьми, я тут уже час лежу с его носком во рту! Да подожди ты, Сэднес! Кол, очнись! Ай, что мне с ним делать? Давайте кто-нибудь ему сделает искусственное дыхание. Сэднес, давай ты! Что? Ты совсем обалдел? Я лежу тут час с его грязным носком во рту! Я не голубой, чтобы делать ему искусственное дыхание! Ха, Сэднес, ты отлично шутканул! Вообще-то ты голубой! Я не буду делать ему искусственное дыхание! Ну а что, я его должен делать? Давай, Борис, ты делай! О, сейчас прям разбежался! Тащите его к Грише быстро! А, точно! Блин, придется тащить этого кабана, он тяжелый! Тащит! 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 Да ничего хорошего не произошло! Я его тащил, он вдруг очнулся, порвал веревки и меня связал! Сказал, что у него есть более важные дела и упал в обморок! Да уж, ну и дела! И на этой не совсем веселой ноте наш выпуск подходит к концу! Спасибо, ребята, всем за просмотр! Обязательно поставьте лайк и напишите, что вам понравилось, что вам, может быть, не понравилось! А я желаю вам всем удачи, вдохновения и отличного настроения! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok